А вот приветствую, уважаемый зритель. И в том смысле, что я реально рад тебя видеть, и в том, что здравствуй, племя молодое, незнакомое. И да, не оглядывайся по сторонам, это я, зритель, именно к тебе обращаюсь. И если ты все же удивлен, чего это я тебя не узнал, то скажу сразу, это меня не жара добила, как Байдена на Гавайях, а все потому, что, может, ты как-то не в курсе, но с сегодняшнего дня, зритель, ты часть реально дивного и очень даже нового мира. Хотя, вернее, мира обновленного окончательно. А еще заодно бесповоротно и безальтернативно многополярного. И вот да, сегодня я, Глеб Лавров, как и все СМИ планеты, про БРИКС этот самый. Потому что о чем же еще? Как не о теме, которую отсюда и годами теперь будут наполнять смыслами и дополнять функциями все без малого. Но не волнуйся, как раз я, мы, ты именно со всеми вместе, кстати. Ну и да, начнем не как обычно, не прямо сейчас, а мы уже начали. Хотя об этом позже. А, собственно, для начала. Так а что случилось и чем БРИКС сегодня так сильно отличается от БРИКСа еще буквально неделю тому? Читаем СМИ. Уже более 40 стран, утомленных западным мировым порядком, требуют присоединиться к группе, членами которой являются Китай и Россия. БРИКС в ЮАР. Пять государств намерены изменить мировой порядок. Китай призывает БРИКС стать геополитическим соперником G7. И нет, эти заголовки не наши. Это вполне себе западные общественно-политические финансовые медиафлагманы, Financial Times включая. И вот согласись, ожидать такого пессимизма, пятилетку, год, месяц, да даже неделю тому, от них нам было бы чрезмерно оптимистично слегка. И все же, все так и есть. К нынешнему саммиту в ЮАР клуб пяти стран подошел во всеоружий, но которого они там не ожидали. Например, по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, в апреле этого года БРИКС впервые обошел США с большой шестеркой. По расчетам МВФ, то есть собственно штатов. И про темпы роста экономик уже не надо. А надо про новую суть. Ведь этот саммит БРИКС, чего ждали до того некоторые и что стало ясно сегодня всем, реально оказался не только экономическим, но и политическим формом. И вот это отличие главное. Что значит, что с сегодняшнего дня порядок, основанный на правилах США, уже не будет единственным разрешенным порядком для земли, основанной кем угодно, но не США. И вот уже глава Китая говорит прямо, недопустимо выдавать свои внутренние правила за международные нормы. А президент ЮАР добавляет, для тех, кто опасается этого самого Китая, мы переживаем исторический момент, более 20 других стран стремятся к тому, чтобы войти в БРИКС, и нам необходимо будет принять это решение. Ну и чтобы в этом свете мои слова о БРИКС не казались одной патокой, да, на политическом саммите БРИКС уже выявились отдельные партии. Одни за расширение группы, другие еще и за углубление работы в ее рамках. Но это как раз говорит о том, что в отличие от единогласных по команде шестерок штатов в G7, БРИКС как организация, она живая. А еще, конечно, БРИКС сегодня можно и нужно критиковать, но за то, что этого ожидаемого углубления и расширения взаимосвязей все равно мало, потому что для мира нужно и шире, и глубже, и быстрее, и так далее. Впрочем, и уже сейчас ясно, что у Союза есть это самое далее. Ведь, как сказал сегодня Си, китайская мудрость гласит, справедливость всегда восторжествует, а БРИКС выступает за справедливость. И если ты, зритель, тут услышал что-то несмутно знакомое, то да, эти же слова ты действительно слышал и ранее. Наш президент называл именно справедливость условием независимости, сутью политики и стержнем идеологии нашего государства. И потому путь БРИКС, а не путь только России и только Китая, это и наш путь далее. И, кстати, наша заявка на вступление в новую всемирную организацию и наше присутствие там уже, вот это, несмотря на то, что путь будет долгим, это уже сегодня не может не радовать. Ну и радует. А еще это значит, что тема БРИКС будет продолжена и будет дополнена. И думаю, с подробностями не только мной, Лавровым. Ну так не все сразу. Это раньше говорили далеко, как до Китая. А сегодня до Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и России многим, в том числе нам, ближе стало.